Христос Воскресе 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 Я думаю, что святым хочет стать любой человек Это императив, который требует от нас Бог То есть мы обязаны с вами стать святыми А что это значит, быть святым? Ну, может быть, я отвечу до конца на тот вопрос Но касательно какой-то официальной процедуры Наверное, ни один из святых людей этого не хотел То есть ни в одном житии мы не найдем того, чтобы человек говорил о том, что вот будет время Скорее бы это время настало Когда меня канонизируют, напишут мне иконы Наверное, это есть не проявление смирения Есть какое-то не проявление кротости христианской Наверное, так А что это значит, быть святым? И почему вы хотите стать святым? Наверное, еще раз говорю, что любой человек, любой христианин Должен желать этой святости Если вы знаете историю происхождения этого термина Этого слова Кодэш Святой эквивалент в русском языке Это некто или нечто отделенное, посвященное Богу То есть в Ветхом Завете впервые, можно сказать, это слово употребляется к венге бытия Когда говорится об особом дне, который Бог определил посвящать ему Это день субботы Дальше говорится о святом ягненке пасхальном, агнце Говорится о святых местах, о святом месте с ними, обувь твою Потому что место, на котором ты стоишь святый То есть термин чаще всего предлагался каким-то особым предметом Если это были богослужебные предметы, то эти предметы уже нельзя было использовать в быту То есть они были святы, они были посвящены, отделены для служения Господу В Новом Завете говорится о том, что любой христианин должен быть вот этим самым посвященным Богу И нас, Священное Писание, Господь в Священном Писании, нас призывает следовать по пути этой святости То есть всего себя отдавать на служение Богу Быть посвященным Ему, отдаваться Ему до конца Вот вы сказали, что все христиане призваны к святости И если вам случалось, когда-нибудь собеседовать с протестантами, например, с баптистами Вы могли бы услышать, они говорят порой, что мы, христиане, мы все святые Почему же вы, православные христиане, выделяете какую-то особую группу святых Которых вы объявляете небесными угодниками В честь которых вы освящаете храмы, вы пишете с них иконы, вы молитесь Вот почему такое разделение, что мы все святые Вот мы христиане, евангельские христиане, баптисты А у вас какая-то небольшая замкнутая группа святых Я думаю, что все-таки пожелание святого апостола Павла Которого он направляет христианам и называет их святыми Это, скорее, еще раз говорю, напоминание о том, какими должны быть христиане Но, к сожалению, действительность, она не такова То есть сегодня мир настолько погряз в суету, в какие-то греховные пристрастия Что так получается, что человек может ходить всю жизнь в храм Но при этом не достигнуть совершенства, которым призывает его Бог Я бы, наверное, выразился словами знакомого мне священника Он сказал, что можно точно утверждать, что все святые — это христиане Но не все христиане святые Да, все христиане призваны к святости Но не все из них, к сожалению, этого достигают И если мы говорим вообще в целом о христианстве То это достаточно сложная вера То есть достигнуть того, что описано в Евангелии, этих идеалов Наверное, вот здесь, в земной жизни, сегодня почти невозможно Да, мы должны к этому стремиться Да, мы должны к этому идти Но, к сожалению, не у всех получается даже следовать этим путем Мне как священнику приходится сталкиваться со многими верующими людьми С их проблемами Мне приходится принимать исповедью людей И видишь, что многие люди, да, идут по этому пути, борются Многие достигают больших высот в духовной жизни Но, к сожалению, большинство наших прихожан Большинство даже людей, уже укоренившихся в церкви Они, к сожалению, не могут еще показать То, что они стоят до конца на этом пути Есть падение Можно ли, кстати, сказать, что святые — это люди Которые дальше всех остальных ушли по тому пути О котором Господь Иисус Христос сказал Что будьте совершенны, как Отец ваш небесный Да, конечно Сегодня в церкви, еще раз говорю, очень много людей Может быть, даже, сказать, случайных То есть, сегодня люди, многие приняли крещение Сегодня наше общество в основной своей массе крещено Касательно города Гомеля У нас почти все православные, принявшие крещение в православной церкви Но не все из них, опять же, идут по этому пути Да, многие даже, наверное, сегодня настолько уже обмерщели Что даже, может быть, и не хотят становиться на этот путь Хотя формально являются христианами Ну, единственное, только мне не очень нравится слово «случайный» В данном контексте вспоминаются другие слова Некоторые люди, объясняя свой приход церковь Порой говорят, и это звучит очень убедительно Что, ну, почему я? Пришел или пришел? Бог привел? Многих людей, да, Бог приводит Ну, а некоторые вот... Вы имеете в виду формальное членство церкви, когда человек крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа Хотя, может быть, он и заходит один-два-три раза в год, но все остальное Время он проводит так, как будто бы церковь не существовала И как будто бы заповеди Христовы не имеют к нему никакого отношения Да, как говорил портопресситер Александр Шмеман Складывается такое впечатление, что многие люди думают, что Христос как будто вовсе и не приходил Мы живем так Ну вот, если обратиться к тем святым, чьи имена заполняют наши святцы Православные святцы, чьи имена мы можем прочитать в церковном календаре Вот вы могли бы подтвердить, гарантировать, что среди этих людей случайных людей нет? Нет, конечно Некоторые канонизации были обусловлены той или иной эпохой Мы знаем, что в первые века существования христианской церкви в святцы попадали все епископы Люди, носившие этот святительский сан, без исключения их вписывали в святцы Попадали все мученики Если у человека была насильственная смерть, сопровождаемая требованием отречься от своей веры Вот такие люди они вписывали в святцы Но как впоследствии спустя какое-то время оказывалось, что эти люди были порой не совсем идеальны в жизни И порой даже некоторые из них отступали от православия в тот или иной период своей жизни И если мы возьмем строго по критериям, которым мы следуем, то получается, что эти люди, возможно, попали в святцы даже случайно Так что же, церковь подвела процедуру канонизации, знает и обратную процедуру, деканонизацию? Наверное, такой процедуры, как деканонизация нет, то есть никакого акта специального нет Но есть моменты, когда из святцев изымается то или иное имя Такие прецеденты в церкви были То есть, когда уже более-менее разобравшую жизнь и описание этого человека Церковь просто изымала его имя из церковных святцев При этом не проводя никаких церемоний, не проводя никаких специальных каких-то действий То есть, ну, в течение времени, может быть, это имя затихало Но вот сейчас, в наше время, скажите, какие существуют условия или какие задействованы критерии При проведении официальной процедуры канонизации? На каких условиях тот или иной человек может быть церковью официально подчисленной к лику святых? Вообще, процедура канонизации, критерии, которые сегодня выдвигаются, они были не всегда И в разные эпохи появлялись одни, появлялись другие, что-то убиралось Но если мы так проанализируем, то самые главные критерии — это все-таки безупречная жизнь человека Хотя, ну, любой человек живет, и у него есть ошибки в жизни Любой человек может оступаться не без этого И говорить о том, что все святые, записанные в святцах церковных, канонизованные Они имели в виду упречную жизнь, это, конечно, нелепо Потому что святые — это люди И мы знаем из Писания, мы знаем из опыта нашей церковной жизни Какой бы верующий человек ни был, все равно в жизни он обязательно делает ошибки Это свойство сегодня нашей падшей человеческой природы Ну, по крайней мере, жизнь должна приближаться в какой-то мере К тем христианским идеалам, о которых сказано в Священном Писании То есть, еще очень важный момент, что человек должен быть именно причастен к православной церкви То есть, его безукоризненная вера должна быть подтверждена То есть, его причастность именно к вере То, что он не уклонялся в раскол То, что он не был еретиком хотя бы на момент смерти То есть, есть святые, которые, да, уклонялись, уходили при жизни Но все-таки возвращались в лоно церкви, приносили покаяние Но мы говорим сейчас о том, что его жизнь, все-таки последние, может быть, мгновения жизни Они были именно в лоне и в русле церковного православного вероучения Церковных православных догматов Дальше мы говорим о том, что есть такой критерий Это не всегда обязательный, но, однако, он при желании может учитываться Это чудеса, которые совершал человек Ведь если мы открываем Евангелие, открываем книгу Деяний святых апостолов Мы видим в этих замечательных книгах то, что христиане совершали чудеса То есть, это, несомненно, апостольская эпоха, их жизнь говорит о чудесах, многочисленных чудесах Вот, поэтому это тоже свойственно христианину творить чудеса Но сегодня наш дух оскудел, и мы сегодня не видим этого обилия чудес И не все христиане сегодня на это способны, чтобы помолиться И человек становился здоровым, крепким или решалась какая-то проблема Хотя эти чудеса присутствуют, но уже не в такой, конечно, мере, в которой они описаны в священном писании Это учитывается, но самое главное, это чудеса, которые человек будет совершать по смерти Да, и все-таки самый главный критерий, это чудеса после кончины святого угодника Божия Ведь на это сегодня, даже сегодня мы обращаем пристальное внимание Почему так? Почему этот критерий является для нас очень важным? Потому что если при жизни о своей святости говорил он сам посредством тех чудес, которые совершал через него Бог Той веры, которой он принадлежал, православной веры То дальше могут возникнуть сомнения, все-таки, как он умер То есть, может быть, он в последнюю минуту своей жизни отступил от Господа Может быть, произошла еще какая-то трагедия в жизни И вот эти чудеса, говорящие по смерти святого, это уже свидетельство свыше о том, что он свят О том, что Господь его вселил в этих селениях райских И через эти посмертные чудеса сам Бог свидетельствует о человеке В определенный этап истории канонизации этому придавалось огромнейшее значение И даже в некоторых источниках можно найти такие требования, чтобы произошло не менее, условно говоря, 50 чудес после кончины Иногда святого угодника ставили, готовя к его прославлению, ставили в храме на определенное количество времени Его останки, его мощи И если ничего не происходило, не происходило никаких исцелений В таком случае канонизация отменялась Ну а если были свидетельства чудес, причем не просто там какое-то кликушество И не просто там какие-нибудь рассказы бабушки очередной там или какого-нибудь молодого человека Который мог что-то вот в своем воображении нарисовать А реальные чудеса, причем засвидетельствованные документально Подтверждение, если человек болел, он наблюдался у врача И тут произошло исцеление, и тот же врач свидетельствует, что невзирая ни на что Произошло чудо То, конечно, такие чудеса принимались во внимание И канонизация человека проводилась Единственное исключение касательно чудес после смерти Это, наверное, 20 век И как раз-таки проблема, связанная с канонизацией святых новомучеников и исповедников Ведь в большинстве случаев перед канонизацией этих угодников божиих Не было зафиксировано чудес Ну, проблема связана с тем, что их имена были забыты То есть о них не помнил народ Кстати, один из критериев, который тоже, опять же, является важным критерием Это почитание народа, почитание людей То есть человек был погребен, но люди не забывали его Приходили к нему на могилу, просили помощи Эта помощь приходила И это народное почитание, то есть движение снизу Давало как раз вот результат того, что он официально церковью был прославлен в лике святых Ну, а в случае новомучеников проблема состоит в том, что В основной своей массе они неизвестны были То есть их репрессировали, их казнили Да, был подвиг святости Но вы знаете, что эти подвиги на протяжении многих десятилетий замалчивались И имена совершенно были забыты Даже сталкиваюсь с такой проблемой, что даже сами родственники этих новомучеников Ничего ровным образом не могут сказать о жизни своих предков То есть есть надежда, что теперь, когда эти люди прославлены Когда их имена звучат, когда с них написаны иконы В честь некоторых из них даже уже были освящены храмы То теперь по молитвам, обращенным к этим людям, могут происходить чудеса Да, и сегодня, собственно говоря, деятельность То есть комиссии, в состав которой я вхожу Это, наверное, первая задача этой комиссии Это сегодня сколько не готовить документы к прославлению Того или иного угодника Божия А сколько популяризировать, говорить и возрождать память этих святых Которые сегодня либо неизвестны, малоизвестны Либо же имена которых сегодня забыты Вот сегодня мы записываемся накануне памяти святителя Кирилла Туровского Сегодня вся Белоруссия знает, кто такой Кирилл Туровский Мы изучаем его жизнеописание в школах Мы сегодня называем его русским златоустом Но при этом забываем, что, собственно говоря, вот это возрождение его памяти Не возрождение, а почитание его памяти в Белоруссии Это явление достаточно новое Ведь, обращаясь, опять же, к историческим документам Понимая, что в начале XX века Большинство белорусов даже и не знали существования этого святого То есть это наследие, во-первых, постунеадской эпохи Ну, может быть, и еще были какие-то факторы В всяком случае, мы, всегда вспоминая личность священномученика Митрофана Краснопольского Первого епископа Гомельского Всегда говорим о том, что святитель Митрофан, придя на Минскую кафедру Ставший епископом Минским и Туровским Потрудился издать ряд указов о том, чтобы возрождалась память Почиталась память, издавались жития Как раз-таки Кирилла и Лаврентия Туровских Это говорит о том, что их имена были забыты И, собственно говоря, он первый в истории Почему благословению было написано икона белорусских святых Куда вошел Кирилл Туровский, Лаврентий Туровский, Гаврилл Белостокский Это прообраз той будущей иконы многочисленных кодников Божьих Которые сегодня имеются почти во всех белорусских храмах Отец Александр, я правильно понимаю, что все те критерии святости Которые вы назвали критерии, которым следует церковь При проведении официальной процедуры Пославления человека в лике святых Вот они должны восприниматься комплексно Что называется в совокупности, не по отдельности Я почему спрашиваю Вот вы сделали особый акцент на том критерии Который связан с чудотворением Чудотворением, которое происходит при жизни угодника Божьего Которое происходит по молитвам, обращенному к нему Уже после кончины угодника Божья Ведь, в конце концов, нам известны случаи Когда иноверцы, инославные рассказывают про чудеса Которые совершаются в их легиозных общинах Совершаются их легиозными подвижниками Или при обращении к уже почившим легиозным подвижникам Можно вспоминать имс-католическую церковь Можно вспоминать индуистских гуру И так далее То есть, если судить только по критерию чудес Ну, конечно, я говорю, что это совокупность И самое главное, конечно, то, с чего я начал Это принадлежность к православной церкви И апостол нас учит различать духов То есть, какого духа суть этих чудес То есть, для чего они происходили Что это за чудо и так далее Здесь можно много рассуждать Если мы говорим о мироточении икон, которые происходят в православной церкви О каких-то необычных явлениях, происходящих в храмах То откроем там сайт Богородичного центра И мы увидим, сколько у них там чего мироточат И как мироточат там целые статуи И чего только не происходит Но это же не основание к тому, чтобы мы говорили Что Богородичный центр Это есть некая истинная религия Истинное откровение То есть, чудеса бывают не только истинные Но бывают и ложные Поэтому не всякому духу верьте Но всякий дух должен быть испытан Я думаю, что это важно Хорошо Время нашей сегодняшней беседы постепенно И все быстрее и быстрее подходит к концу Я хотел еще один вопрос успеть задать А вот можно ли в числе обязательных критериев При прославлении человека Официальном прославлении человека По числению к лику святых Рассматривать наличие мощей святого, угодника Тем более нетленных мощей Не обязательно Опять же, новомученики И исповедники церкви русской Не у многих, у меньшинства Сохранились останки То есть, в большинстве случаев мы не знаем Порой даже место их погребения То есть, не говоря уже о том, чтобы обрести их останки Даже не все святые прославлены тех Чьи останки мы знаем, где погребены Их останки обретены К примеру, священноисповедник Михаил Новицкий Узденский Вот в Узде есть такой святой Почитаемый Белорусской Православной Церковью Удивительно святой, кстати, уроженец Гомельской области Его останки покоятся в могиле, где он погребен То есть, они не обретены Дальше, Валентина Минская Опять же, есть могила, но останки не обретены То есть, все-таки это не самый главный фактор Дальше, если мы говорим, ну, есть такое вот народное поверье Говорим о том, что нетленные мощи Это важный некий фактор Что мы вкладываем в это понятие, нетленные мощи Я прочел недавно такое замечательное определение Мне оно очень нравится Нетленные мощи — это сохранившиеся останки святого То есть, это любые останки, оставшиеся от святоугодника Божия Не обязательно кости, облаченные плотью То есть, это может быть просто скелет Это может быть просто одна косточка Если она сохранилась, это уже есть нетленные останки святого Это уже есть мощи То есть, но в народе вот бытует такое мнение Что именно у всех святых их останки абсолютно сохранившиеся Как будто его вчера похоронили Конечно, это глупость, такого нет И вы знаете, что первая кампания советской власти В 1919 году как раз направлена борьбу с церковью Была нацелена на то, чтобы вскрывать мощи святых И транслировать И изоблачать ложь церковников, которые под видом мощей святых Чего только не прятали Да, то есть, останки просто облаченные в облачении Скелет для его придания объемности Окутанный тканью То есть, это все показывалось, снималось И эти фильмы транслировались Там где-то в клубах, в деревнях И говорили, вот смотрите, у вас попы за нас водили Оказывается, вот их останки-то не нетленные вовсе И вот ваши святые Да, ну это, конечно, ошибка, глупость То есть, для нас это не принципиально и не важно И мы от этого ушли Хорошо Отец Александр, очень интересно с вами беседовать Эта беседа продолжится, но уже в следующей нашей передаче Сегодня мы должны попрощаться с нашими зрителями, с нашими слушателями Я напоминаю, вы могли сейчас посмотреть очередной выпуск программы «Ключ разумения» Меня зовут Александр Хилопов А в гостях у программы «Ключ разумения» сегодня был протеерей Александр Лопушанский Мы с вами прощаемся И по обычаю нашей программы Я хочу попросить отца Александра, чтобы он благословил нас всех на что-нибудь очень хорошее Божие всем благословения, Божьей помощи На все самое замечательно доброе и хорошее Спасибо, Господи